В Ульяновской области почти неделю идут съемки полнометражного художественного фильма «Безымянный». Сегодня у нас в гостях генеральный продюсер фильма, лидер стратегической инициативы кино России на площадке ОСИ, советник губернатора Ульяновской области Анна Юрьевна Кротова. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Юрьевна, я знаю, вы буквально живете на этой съемочной площадке, когда приезжаете сюда, в Ульяновск. Фильм идет, вот даже сегодня перекрывают движение у нас в центре города, так бурно все там кипит. Я знаю, что изначально, первоначальное название фильма было «Родовая схватка», а потом буквально в первый день съемок фильм меняет название «Безымянный». Почему так произошло? Ну, у фильма должна быть хорошая судьба, то есть мы хотим, чтобы его посмотрела вся страна, мы хотим, чтобы он вышел на экраны, мы хотим, чтобы его вывозить на международные фестивали, продавать его на международных рынках. Название – это такое очень большое искусство, то есть он развивался достаточно долго, этот проект, потому что сценарий создается долго, и вот «Родовая схватка», поскольку я один из авторов сценария и, в принципе, автор идеи, то есть это название фильма «Удала я», для меня оно было понятно и близко, потому что это двойной смысл, там внутри сюжета появляется ребенок, и, собственно, идет схватка двух семей по поводу того, как его назвать, к каким традициям он будет более привержен, в каких традициях его воспитывать. Но многим «Родовая схватка» как-то резала слух, мне говорили там мои коллеги, друзья, профессионалы в маркетинге, кому-то нравилось, кому-то нет. Актеры возражали, говорили, нет, Аня, давай будем переназывать. И вот мы, когда начали здесь работать, вот у нас началась киномастерская с нашими ребятами, с которыми мы здесь и работаем, и растим из них киностудию симбирскую. Мы провели опрос, думали, у нас был такой бриф, да, мы собирали мнение и так далее, и вот в итоге мы пришли, у нас было масса вариантов, по-моему, название 117. Вот, мы пришли к этому, потому что наш главный герой, на самом деле это маленький малыш, да, у нас в фильме такой прием «Закадровый голос», «Закадровым голосом» будет стендапер из комедии Комаров Виктор. У него нет имени до конца фильма. И вот в результате мы пришли к выводу безымянный. Вы знаете, здесь в соцсетях нас критиковали за написание названия, то есть потому что мы выделили имя. Но, ну, странно думать, вот я думаю, тоже удивляюсь людей, неужели предполагают, что мы не знаем, как правильно грамматически пишется это слово, смешно. Просто мы снимаем кино, это такой художественный прием, да, то есть самое главное визуальное восприятие, да, то есть имя – это главный предмет спора в данном фильме. Мы его выделили, естественно, мы еще оформим этот текст как-то графически, естественно, это будет как-то выглядеть. Но даже не исключено, что он еще раз поменяет название, да. Уже в процессе работы. Да, потому что после того, как фильм будет снят, у него будет период, это называется период пост-продакшн, да, то есть когда мы собираем фильм, пишем музыку, делаем все эффекты, режиссер монтажа работает, это еще полгода, да. И потом дистрибьютор, который будет этот фильм, по сути, как бы продавать на всех рынках, в том числе на кинотеатральном российском, сделает еще социальные опросы и так далее. И не исключено, что перед выпуском фильм будет переназван. Но пока мы думаем, что мы останемся в этой концепции. Я вчера летала в Москву, встречалась с дистрибьютором. Это Дисней. И им очень нравится наш проект. И, в общем, к названию тоже у них пока вопросов нет. А чем их заинтересовал этот проект? Вы знаете, ну, это очень такой простой, прагматичный вопрос. С одной стороны, дистрибьютор прежде всего смотрит на коммерческий потенциал фильма, потому что дистрибьютор, выпуская фильм, вкладывает собственные средства в его выпуск, то есть в рекламу, продвижение и так далее. Это очень затратная история. То есть если у нас вот бюджет фильма сегодня уже движется по 80 миллионам, и, в принципе, еще огромный такой продюсерский ресурс, помогает область нам очень. Так если весь ресурс оценивать в деньги, то его бюджет за 100 миллионов. То есть для такой комедии это высокий бюджет. То бюджет выпуска будет точно выше 100 миллионов. То есть вообще это реклама на телевидение, это логистика по росписи кинотеатральной, ну, то есть реклама внутри, на территории кинотеатров, наружнее и так далее. То есть вы понимаете, да, то есть это очень затратные вещи. То есть это все нужно окупить, да, то есть эти деньги должны вернуться дистрибьютору, который их тратит, и он еще должен заработать. Поэтому для них, безусловно, прежде всего важен зрительский потенциал, да, чтобы зритель пошел на этот фильм. Они оценили как бы саму идею, сценарий, кастинг актеров, продюсерскую группу. То есть у нас очень сильная группа, которая производит фильм. У нас дебютант-режиссер, но он очень талантливый режиссер. Я три года искала режиссера на этот проект. И абсолютно уверена в том, что мы даем новую звезду. Вы назовите фамилию. Россия. Владимир Болгов. И, конечно, блистательный кастинг актерский. И очень хороший сценарий. И сама тема вот этой толерантности. Она сейчас актуальна вообще. Да, русские и татары, да, у нас ваш регион, который яркий с этой точки зрения, потому что, ну, как бы, это история. И, например, русскую нацию мы представили казаками для того, чтобы... Ну, вы понимаете, кино должно быть зрелищным, да? То есть это еще более художественно подчеркивает два народа, да, таких ярких, красивых народа с характерами. Поэтому эта тема близка, как бы, российскому народу. Эта тема актуальна. Во многих семьях происходят споры даже не по причине разности национальности, а вообще по причине того, что вот это родители невесты, а это родители жениха. То есть, в принципе... Оттягивают одеяло друг на друга. Да, да. То есть мы говорим не о религиозных разночтениях. Эту тему мы не трогаем практически. Это традиции, это самобытность, это характеры. То есть это споры, да, кто кого там. Именно родительские споры. Мы поднимаем очень важную тему и для родителей своих детей, да. То есть, поэтому это близко, это актуально людям. Это в преддверии Нового года. И это приключение, это веселое приключение, забавное. Поэтому дистрибьютор считает, что фильм высокий коммерческий потенциал зрительский, и поэтому им это интересно. Ну а следующим фактом идет то, какой кастинг, как мы снимаем, какие объекты для съемок. Очень много там, чтобы сложилось кино. Я вас прерву. Под заголовок «Миллениум 2», да? Нет, под заголовок «Накануне Миллениум». А «Накануне Миллениум» уже, да? Нет, у нас там тоже есть варианты слоганов. Был «Миллениум Тур», даже одно из названий было «Миллениум Тур». Но у нас происходит история таким образом. Ее рассказывает вот этот вот безымянный мальчик, который стал уже взрослым. И из сегодняшнего дня он рассказывает историю, как он родился. И это все происходит накануне встречи 2000 года. Но вы помните, что мы все ждали этот 2000 год. Да, и со страхом. Ходила масса предсказаний того, что вот-вот рухнет земля, земная ось там сойдется. У нас такой яркий персонаж, которого играет Алексей Иванович Булдаков, казацкий дед, атаман. Он, значит, уверен в том, что это случится. И он, говорят о том, что вообще надо покрестить. И у него бункер, в котором он там заготавливает продукты, курей, яйца, значит. Потому что он говорит, что моя семья выживет. Ну вот как бы это драматургически проходит с таким юмором сквозь это. А бабушка со стороны татарской семьи, которая играет, Роза Хайрульна. Ему говорят, да что ты понимаешь, только миллениум начинается. Замечательная актриса. Вот. И она ему, значит, вот такие вещи рассказывает, что... Ну, у них такой спор. Тут, говорит, сейчас все, земная ось. А так, говорит, нас миллениум, и в России скоро золотой век. Ельцин Борис Николаевич прощается со всеми, уходит в 2000 году. Ну, то есть вот какие-то такие драматургические проходят вещи, и как раз вот мы как бы посчитали, что под слоганом там накануне миллениума. А вот одно из названий было «Миллениум Тур», оно мне тоже нравилось. То есть основное было название. Да, да, то есть один из вариантов. Ну, будем думать, может быть, и обязательно с ульяновскими жителями проведем еще опрос. То есть когда подсоберемся какой-нибудь, может быть, вы нам поможете. Потому что очень важно дать название, которое даст фильму вот такую дорогу, популярность. Мы очень хотим, чтобы это стало любимым фильмом россиян, и у этого есть все шансы. Ну, давайте, вот вы о режиссере уже сказали пару слов. А об актерах более подробно, кто главные роли играет, кто... Ну, смотрите, у нас кино, в котором играют 12 актеров, и они все равноценно в кадре. То есть вот практически вот эти 12 персонажей у всех достаточно большие роли. Они вместе, потому что происходит... Это семья, да. Приключения, да. Но, наверное, все-таки вот самые такие... Те, кто ведут конфликт, да, это родители жениха и невесты. С одной стороны, играет Камиль Ларин и Инга Оболдина. С другой стороны, играет Анна Уколова и Вячеслав Щенин. То есть это великолепные актеры, они очень трепетно относятся к проекту, что очень приятно. Когда актеры любят проект, работают в нем, участвуют, переживают, помогают принять какие-то важные решения, постановочные, режиссерские. Это... Они с большой любовью относятся к проекту, мне это очень тоже важно. Вот как бы между ними идет такой основной конфликт. Вот такое основное соревнование дают вот эти вот... Пары. Две пары, да. То есть они и движутся на перегонке к потерянному внуку. Я не буду, наверное, такую, знаете, всю антрюгу. Да, пересказывай, не надо, да. Да. Вот. Потом есть как бы бабушка с дедушкой, это Алексей Иванович Пудаков и Роза Хайрульна. На мой взгляд, пара... Тоже яркая очень. Вот. То есть они как бы... У них история, они ожидают разрешения истории вдвоем на территории своих внуков. Там происходит спор. У нас молодые актеры, очень талантливые. То есть у нас Наталья Ионова, которая... Вот я практически со спектакля Самарского театра сняла. И мне Валерий Гришко, главный художественный руководитель театра, просто отдал Наташу, снялся спектаклей. Потому что в ней есть казаческие крови, в ней есть вот этот вот характер такой, да. То есть она как бы самая молодая представительница. И Наиль Абдурахманов, великолепный актер, но он уже так вот плотно работает в Москве. Красавец, очень профессиональный актер. Вот это наша пара очень яркая, красивая. То есть они любят друг друга, они веселые, они такие у нас авантюристы слегка, да. Потому что они сначала вообще обманули родителей, да, когда поженились, да. Сказали, что он... Он сказал, что она татарка, а она сказала, что он казак, да. Вот так вот для того, чтобы там этот конфликт... Ну такие. При этом они инженеры, работают на авиастаре, да. То есть мы как бы... Даже так. Да. То есть мы легенду области, вообще как бы вот современное лицо ульяновской области. Это очень приятно, что вы с вами не понимаете. Область у меня задача такая была. Я писала этот сценарий там с авторами. Мы закладывали все, что здесь есть у вас прекрасного, интересного, что может заинтересовать жителей всей России и жителей зарубежья. Ну, здесь еще одна из моих задач. Я же являюсь советником Сергея Ивановича в области по развитию кинопромышленности. Это наш вот большой проект, как бы, инициатива. И все это вот укладывается вот именно таким образом. Когда мы создаем фильмы, в которых есть лицо нашей страны, лицо наших людей, да, и они выходят на экран, и жители узнают о том, что в России есть не только город Москва и Санкт-Петербург, да, а вот такая прекрасная ульяновская область со всеми ее достопримечательностями, с ее предприятиями, с ее вузами. Люди видят, как живет молодежь, какой колорит. Начинается интерес к региону, да, то есть повышается развитие туризма, посещаемости области. Здесь хорошим примером Левиафан является. Да, да. Просто после выхода этого серьезного, серьезной драмы, которая, так, вроде бы ничего не прославляет, в регионе построены четыре отеля, и весь мир проявляет интерес. Едут туда смотреть, на рыбалке, путешествовать, да, что-то узнают о регионе. Поэтому, дай бог, у нас сложится все с фильмом прекрасно. Я думаю, что это очень серьезно увеличит интерес и популяризацию ульяновской области это кино. Кстати, в каких местах снимается фильм? Вот знаешь, что первый день был в Теренгульском районе, а где именно? В Теренге прямо? Да, да. Ну, то есть в первый день мы снимали трассы, поэтому мы выбирали, ну, то есть мы снимали гонки, у нас участвовали каскадеры, то есть... А, ну, там трассы, да. Да, и у нас была задача найти самое большое количество елок, чтобы это было в снегу, чтобы снег был чистый, чтобы меньше было движения, чтобы снимать там было красиво, красивые съемки. Поэтому мы выбирали локации вот именно заснеженной природы, и это прекрасно получилось. Еще все время солнце нам сопутствует. Да, морозный день стоял. Вот. Значит, мы снимаем... Мы на самом деле поставили свою задачу собрать самые живописные места, и чтобы была как бы история, ну, какие-то особенности региона. Вот мы когда стали писать сценарий, мы разобрались в том, что это самая древняя земля юрского периода, что здесь находят кости мамонтов, там, динозавров, там, птеродактилей. Это вписано в сюжет. Мы разобрались, какие в области есть, ну, вот поместья, замки, выбрали поместье Перси Френч, потому что нам там нужно создать интригу, приключения на территории. Вот там такой саспенс, то есть призрак помещицы, которая зарывала клады, ходит по поместью, да? То есть это же все работает в кино. Потом тема астральных туманов мы затронули, которые здесь у вас случаются, и в них пропадают люди, какие-то черные дыры. Майская гора с цыганами. Ну, то есть где живут ваши цыгане. То есть вот все это абсолютно мы использовали. Сегодня мы снимаем, я забыла, как называется это место в городе, где у православной храма мечеть одномоментно, то есть находится в кадре. Ну, то есть это вот в самом городе. Как она называется? Да, на верхнем полевой мы снимаем. Да, и храм, и мечеть. То есть у нас история о том, что корни этой семьи, они здесь. То есть здесь жили татары и казаки. Мы делаем упоминание проундеры, потому что там очень четкое разделение. Но снимаем вот здесь, потому что там такой более экзотичный храм, мечеть. Вот это когда на фоне храма, шпиль, мечеть. Вот, собственно, это и есть содержание нашего фильма. Вот живут народы, живут вместе и ходят по одной улице. Вот бабушка и дедушка вот в этой деревеньке живут. А дети разъехались, да? Там вот казаки уехали в Самарскую область, татары уехали в Казань. Ну, и вот здесь вот у бабушки съехались, а молодежь от них уехала в Ульяновск. Вот как бы мы все это отрабатываем, и все это очень ложится в сюжет, все это создает вот этот колорит, все это интересно. У этого всего есть куча всякого содержания, да, характера, все это в картинке. И мы стараемся снимать очень красиво, очень художественно. Уже хочется посмотреть после вашей истории. Не самой хочется. У нас сейчас, вот мы смотрим кадры. Знаете, очень важный момент в фильме, вот если там перейти к теме подготовки кадров и так далее, да, то есть ведь понимание того, что такое кинопроизводство у людей очень такое, как бы небольшое. Вот сейчас вот на площадке работает больше ста человек, да. Каждая сцена – это за кадром больше ста человек. А то есть 150 и 200 – это огромный механизм. Это очень высокотехнологичный и очень сложный процесс. Это работа команды, да. То есть кино – это такой огромный организм. Ты дернешь ниточку, и все развалится, да. От человека, который ставит свет на площадке, он вывернет лампочку, да, перережет провод, и у тебя летит весь день. А каждый день стоит огромных денег. То есть приблизительно там в общем, там, то есть если оценить каждый день этого фильма, он около трех миллионов каждый день стоит, да, такая средняя его цифра. Какой-то меньше, какой-то больше, да. Но когда у тебя в кадре там 12 актеров, а у 12 актеров стоимость одного съемочного дня, вот и считается, да, то есть это уже улетает за миллион рублей. Это просто к тому, я вот читаю наших «добрых» людей, то есть я вот именно про тех добрых людей говорю. Меня вот это всегда удивляет. То есть происходит позитивный процесс, да. Губернатор развивает Ульяновскую область, ведет сюда самые модные современные проекты, занимается культурой, креативным кластером. Это же так важно, да, для людей. Когда в твоем городе снимается кино, по городу ходят известные актеры, твой город попадает в кадр. Это же прекрасно. Это значит, что у тебя происходит жизнь. Весь мир к этому стремится. Вот то, что мы делаем с Сергеем Ивановичем, делаем из области, один из регионов, где будет сниматься кино, это же создается целое индустриальное подразделение, да. То есть весь мир за это борется. За это борется и Лондон, и Нью-Йорк. Этим городам не надо себя рекламировать. Они выдают вот это возмещение затрат тем, кто приезжает и снимает у них, да. То есть я вот сейчас, например, у меня в Париже еще снимается там один фильм, и мне французское правительство делает возмещение за то, что я там у них снимаю, в городе, понимаете. То есть это совершенно вот такая экономическая мера, введение в регион проектов для того, чтобы об этом регионе знал весь мир. Потому что когда мы смотрим кино, мы смотрим, а что там за кадром? А какое это место? И начинает увеличиваться туризм. Это самое лучшее продвижение региона с точки зрения его популяризации, да. Вот, но помимо этого создается промышленность, создается новая история, новое направление в образовании. То есть людям... Ну все связано, конечно. Людям творческим, да, там как бы появляются новые возможности, где учиться и оставаться жить и работать. У молодежи появляются свои стимулы здесь, да. Регион может стать модным. Анна Юрьевна, вот я уже говорила, что вы лидер стратегической инициативы на площадке агентств стратегических инициатив. Вы как раз продвигаете очень интересную такую систему ребейтов в регионы, чтобы регионы как раз вот поднимались. Вот расскажите, как у нас вот эта вот система внедряется. Ну, здесь мы частично уже рассказали, для чего это делается. То есть это, я бы сказала так, что стратегическая инициатива кино России это комплекс мер, которые взаимополезен в киноиндустрии и развитию регионов, их как бы популяризации, привлечения к себе инвесторов и продвижения. То есть не только система возмещения, затрат, которые называются во всем мире ребейт, является внутри этого комплекса. Там 10 мер, я сейчас обо всех них не буду рассказывать, потому что большая часть относится именно к киноиндустриальной теме. То есть в России в том виде, в каком работает ребейт в мире, пока внедрить невозможно, потому что это связано с федеральным законодательством в России. У нас есть ограничения, мы не можем это сделать. Поэтому мы пошли, вот агентство стратегических инициатив, это агентство, где выращивают и помогают именно личностям, которые за собой могут вести индустрию, народ. И, собственно, поскольку я вот 10 лет занимаюсь с моими коллегами, с лидерами кинотелеиндустрии, развитием индустрии, и поскольку я вообще в кино пришла из политтехнологии, то есть я профессионал в этом, и хорошо знаю, как работают регионы, законодательные базы. Это была моя основная деятельность в киноиндустриальном сообществе. Вот я как бы создала программу, которая имеет комплекс мер, которые взаимосвязаны друг с другом и развивают непосредственно отрасль, и интересны партнерам нашим. Мы эту инициативу зарегистрировали, и агентство в лице руководителя Андрея Никитина, огромное ему спасибо, Светлана Чупшевой, стали помогать мне двигать эту идею. Мы представили эту идею губернаторам, рассказали о том, как это работает. Мы создали пул пилотных регионов, их сейчас 7, то есть я уже выбрала 7, это те, кто действительно работает в этом проекте. Сергей Иванович был первым, просто первым. Он сказал, Ульяновскую это надо. Я даже удивилась, я никак не... Ну, сначала думала, все-таки в Ульяновске кино не так много снимается, это средняя полоса, такие пейзажи есть в Подмосковье. Но он настолько вот с таким сердцем хотел вот это у себя внедрить, мы занялись и обнаружили, что здесь огромная перспектива от области. У вас мозги, у вас инженеры математики, физики, айтишники, это все в кино очень востребованные люди. И если это творческие люди, то они превращаются и в режиссеров, и в сценаристов. Но на площадке у нас завод, понимаете, у нас продакшн, поэтому все это происходит и будет происходить. Вот, собственно, мы пришли к такой системе, что ежегодно на регион резервируют в бюджете определенную сумму субсидий, которые будут распределяться двумя методами. Либо это возмещение затрат, вот как морским дьяволом возместили, они отснялись, отчитались, им возместили. Либо это создание гранта для того, чтобы... Ну, которое, как бы, вот после того, как мы, как бы, так... Вот сейчас вот успешно зашли, получив гранты, это не было запланировано именно под кино, но просто мы выиграли, потому что у нас был самый интересный проект, и в регион пришли инвестиции, да, мы же здесь тратим деньги. Мы решили, что, наверное, надо будет стимулировать, создавать конкурсы на сценарии, создавать гранты для того, чтобы крупные продюсеры начинали развивать на своих студиях проекты, которые интересны области. Таким образом, мы очень точечно будем поддерживать то кино, которое нужно региону. Самое главное, чтобы вот это совпадало. Да, у продюсера был свой интерес, у региона свой. И вот это вот экономическая мера так как бы будет развиваться. Анна Юрьевна, и когда выйдет на экран и вот фильм безымянный, мы все-таки к нему возвращаемся? Скажите, Ну, задача выпустить фильм в следующий новогодний период. Ну, правильно, про Новый, перед Новым годом. Накануне 19-го года, то есть именно в кинотеатре мы бы очень хотели, чтобы он попал вот в каникулярный новогодний период, потому что наша история без алкоголя, без разборок с полицией. То есть я думаю, что таких фильмов у нас немного. То есть это не алкокомедия, это вот действительно такое кино с людьми про жизнь веселое, но при этом вот без этого. И очень смешно. Вот. Поэтому, наверное, это будет 6 плюс, я думаю. Даже детям можно будет смотреть. Даже детям можно будет смотреть. Ну, то есть я бы сказала так, что 8-летним детям можно смотреть. Я забыла сказать про там еще нескольких героев. У нас же еще есть герои. Это 9-летняя героиня и 13-летний мальчик. София Сфюльна и Максим Сопрыкин они встретились два года назад на форуме агентства стратегических инициатив, когда я дуальную модель по развитию образования в регионах представляла Владимиру Владимировичу Путину. И эти ребята у меня были в киномастерской. Софии было тогда 6 лет. Ну, там, что-то 7-й год. Она была хлопушкой, а Максим Сопрыкин оператором. И как бы они, значит, вот показывали, как все это на площадке происходит. Мы показывали высокие технологии. София очень смешно хлопнула хлопушкой. И когда она вышла, она увидела все президента, мэра, города. Да все, она сказала, ой, я запуталась уже. И все так... Это было на самом деле так трогательно, как Максим сказал, София сыграла свою лучшую роль. И вот они встретились в этом фильме. Софию мы отобрали на площадку. Она первое кино свое играла в 4 года. Там, с 8 марта, мужчина в моем фильме. Ну, это вообще моя дочь. И у нее, как это, она обречена на это. У нее есть актерский талант. А Максимов, кастинг-директор, отбирался в свободном режиме. И вот они опять вместе сошлись. Очень рады они. У нас есть собака Лобачевский, которая с нами играет. Кино. С нами играет Наташа Медведева еще. Это звезда. Камеди. Одна из членов семьи. Михаил Багдасаров сегодня вот играет армянского деда, у которого тоже есть внук. И там тоже он расстроен, что его называют не так, как надо. То есть вот такой у нас звездный состав. Поэтому мы... Очень известный. Да, поэтому мы хотим выпустить в Новый год, чтобы люди увидели всех этих актеров. Веселые комедии. Потом будет федеральный канал показывать по телевидению. Ну, пойдет судьба. Но еще мы планируем международные фестивали. Однозначно мы будем работать на азиатском рынке. Китай, Корея, Япония. И будем продавать его туда. И на европейский рынок будем выставлять. То есть... И при этом всем будет Ульяновск. Мы ждем с нетерпением этого фильма. Спасибо, Анна Юрьевна. И я надеюсь, что все жители Ульяновской области пойдут в кино, проголосуют за этот фильм. Но мы еще устроим здесь, когда мы будем уже выпускать. У нас будут премьеры. И, естественно, Ульяновск будет первым центральным городом, в котором будет громкая премьера этого фильма. Приедем всеми актерами и устроим огромный праздник. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...